Всех приветствую! Сегодня поговорим на важные темы, касающиеся инвестиций. Сегодня у нас девятый выпуск «Ответы на вопросы». Спасибо, что вы эти вопросы задаете, но я попытаюсь ответить на них так, как я, собственно говоря, могу. И давайте приступать к делу. А дело у нас очень простое. 13 марта, уже через месяц, чуть-чуть больше, стартует у нас курс «Инвестиции на миллион», который веду его я. Дмитрий Сухов, который больше 20 лет уже управляет активами клиентов. Дмитрий Донецкий, который является главным аналитиком в Solid Broker. Собственно, такая команда из трех Дмитриев, которые ведут этот курс. Мне кажется, если вы хотите про инвестиции поговорить и пообучаться, то трудно найти команду из Дмитриев, который имеет столь большой опыт. Во-первых, я веду инвестиции уже много-много лет, сам инвестирую. Дмитрий, который 20 лет управляет активами клиентов. Ну и Дмитрий главный аналитик. То есть такая хорошая команда. И самое важное, конечно же, 30% скидки сейчас в течение недели у вас есть. Потом скидка будет уменьшаться, уменьшаться. Потом скидка закончится. Поэтому, если вы хотите действительно больше узнать о том, как инвестировать, как оценивать компании, как инвестировать в облигационные рынки, как работать с криптоактивами, это отдельная в конце часть курса, как работать не только с российскими, но и глобальными акциями, как читать их отчеты, в общем, много-много что другое. Вот этот громадный опыт наш, который мы сформировали за последние десятки уже, наверное, лет, потому что на рынке я 17 уже лет. Милости просим. Я думаю, этот курс должен быть частью ваших инвестиций, то есть проинвестировать в собственные знания. Это первое, куда вам нужно сделать, а тем более с 30% скидкой. Внизу есть ссылка. Переходите, читайте, из чего состоит курс. Если вам понравится, заходите. Я думаю, вы не пожалеете. Ну а мы переходим к нашим насущным вопросам. Поехали. Вопрос первый. Ожидаете ли усиление рубля на горизонте 2-3 месяцев, если сейчас вообще что-то реально планировать? Следующие 2-3 месяца будут, скажем так, очень интересными с точки зрения геополитики. То есть сейчас противостояние России и Запада накаляется. Я думаю, как раз-таки на горизонте следующих 2-3 месяцев могут произойти весьма такие события, которые могут очень сильно повлиять на ход торгов на российские акции, на рубль, а может быть даже и на весь фондовый рынок глобальный. Поэтому прогнозировать что-то на 2-3 месяца я бы не стал. Единственное, что я немножко побаиваюсь, что повлиять эти события могут в негативном ключе на крепость рубля. И, честно говоря, правительство, мне кажется, даже с удовольствием увидит курс рубля где-нибудь за 80, потому что это позволит снизить дефицит бюджета, который происходит. Поэтому на следующие 2-3 месяца у меня такие пока немножко мрачноватые ожидания. Но посмотрим, что будет. То есть для укрепления рубля сейчас пока нету каких-то там серьезных факторов. Во-первых, цена на нефть низкая на продажу российской нефти. С февраля еще эмбарго на нефтепродукты входит. Поэтому, по идее, если не произойдет какой-то дикий скачок цен наверх, то поступление валюты в России будет уменьшаться. Соответственно, если импорт не будет одновременно с этим уменьшаться, пока таких тенденций, ну, скажем так, нету, то курс рубля может начать постепенно продолжать девальвацию. Поэтому, скорее, я бы сейчас, я, например, закупил сейчас немножко юаней, поэтому в них посижу следующие как раз несколько месяцев, которые могут быть весьма рискованные для инвесторов. Нероссийские брокеры, которым можно пользоваться с российским паспортом. И второй вопрос, стоит ли сейчас инвестировать через брокера IB? Ну, вот, собственно, ответ на вопрос. Какой вопрос? Такой ответ. Сейчас несколько брокеров, которые вы можете, будучи не просто с российским паспортом, а проживая на территории России, то есть вы предоставляете, как правило, при открытии счета счет за коммунальные услуги, где есть ваш адрес. Потому что, если у вас есть российские паспорты, вы проживаете, не знаю, где-нибудь в Вене или в Барселоне, то вы спокойно можете пользоваться брокерами практически всеми европейскими, американскими, азиатскими и так далее, и так далее. Вот я бы сказал, что если у вас российские паспорты, вы проживаете в России, тогда выбор сильно сокращается. Вообще сейчас идет, ну, чтобы вы понимали, постепенное отрезание российских инвесторов от международных рынков. И если тенденция продолжится, года через два-три таких брокеров может не остаться совсем. На текущий момент счета открывает для россиян, которые живут в России, интерактив брокерс. И вот как раз вопрос, стоит ли инвестировать. Я не вижу причин, почему пока не стоит этого делать. То есть ограничений нет ни с одной из сторон. И блокировать счета частных лиц они вряд ли будут. Поэтому здесь вполне. То есть я продолжаю инвестировать. Следующий момент, следующий брокер, это брокер в Казахстане, Freedom Finance, который тоже открывает счета, и через него можно инвестировать. Почитайте, как там все это делается. Я, честно говоря, все открывал счета еще в апреле месяце. И вроде открылось все без проблем. У меня был счет во Freedom Finance российском. И у меня открыли счет в казахстанском подразделении. Поэтому здесь не вижу проблем. Но если у вас есть, например, ВНЖ вне России, то список брокеров сразу увеличивается. И вы можете открывать счета и в Сингапуре, и в США. Многие брокеры дополнительно открывают счета. И так далее, и так далее. Поэтому выбор больше. То есть, если вы хотите реально торговать на глобальных рынках, вам придется озаботиться о том, что у вас, как минимум, какая-то вторая база была за пределами России. Потому что, если вы полностью будете концентрироваться на том, что вы остаетесь в России, вы не будете в НЖ и так далее, и так далее, то, ну, пока возможность такая есть. Но в будущем она не гарантирована. И тогда, если вы хотите, как бы... Тогда вам придется, скорее всего, полностью концентрироваться на торговле российскими активами. Следующий момент. Добрый день. Что можете сказать про биткоин и, соответственно, про коин? В данном случае идет, видимо, вопрос про коинбейс биржу. Значит, что у нас есть сейчас про биткоин? Биткоин я покупаю каждый месяц уже последний год. Ну, чуть меньше, наверное, где-то с лета, когда он припал уже, ниже 25 был. Я начал потихонечку покупать. И вот последняя моя покупка была по 18 тысяч. И вот буквально неделю назад, когда он уже начал преодолевать нисходящий тренд, покупал его выше 22 тысяч. В целом, моя стратегия очень простая, понятная. Это я хочу иметь в наличии 3 биткоина. Первый биткоин я хочу продать в диапазоне от 400 тысяч до миллиона долларов. Второй биткоин от миллиона долларов, ну, там, скорее всего, от 2-3 миллионов, пока еще не решил. От 2-3 миллионов до, там, 10 миллионов. И третий биткоин я хочу продать где-нибудь лет через 10-15, когда его стоимость будет, не знаю, миллиард долларов, что, в принципе, я допускаю, такая вероятность случится. Поэтому здесь стратегия простая. Второй момент – это Coinbase. Что касается Coinbase, то в целом сейчас краткосрочно у них дела не очень, комиссии упали, торги упали. Но как раз если мы говорим про цикличные сектора, то, возможно, Coinbase – это один из тех моментов, которые можно подумать о том, чтобы прикупить. А помимо Coinbase можно еще подумать на покупку, я так и задумываюсь, майнеров. То есть надо выбрать, не знаю, одну-две компании майнеров, которые майнят биткоины и другие вещи. И я думаю, если в целом цикл сейчас, ну, сейчас это, там, в течение 23-го года где-то развернется, то они могут сделать 10-20 иксов легко. Coinbase может сделать, ну, 2-3-5 иксов точно. Поэтому присмотритесь, да, почему бы и нет. Следующее. Пора ли брать черных металлургов? Вопрос, конечно, интересный. Мне бы самому знать, пора ли брать или нет. Проблема заключается в том, что, с одной стороны, операционные данные у них выходят неплохие, с другой стороны, они не публикуют финансовую отчетность, мы не понимаем, что у них там с выручкой, чистой прибылью и так далее. Поэтому я лично не хочу покупать черные ящики. Я жду, когда эти компании отчитаются, мы поймем, что там финансово, и тогда уже можно делать какие-то выводы. Но, опять же, ключевой момент – это незаконченный конфликт, который мы сейчас видим геополитический, который находится сейчас в активной фазе. И пока он не закончен, глобальные инвестиции, наверное, на российский рынок делать опасно. То есть можно, да, какой-то собрать портфель относительно скромный, что-то где-то купить, но в целом нужно быть аккуратным, потому что в любой момент, не знаю, вторая волна мобилизации, и все, рынки опять рушатся и так далее, и так далее. Поэтому здесь будьте аккуратны. Что будет со ставкой ЦБ? Вопрос интересный, потому что бытует два мнения. Значит, классические аналитики верят в прогнозы Минфина, ЦБ и так далее, что у нас будет из-за того, что народу, народ денег заканчивается, они не могут купить себе товары. На этом фоне падает цена. На фоне падения цены у нас из инфляции может стать дефляция. Это очень плохой скверный стимул для бизнеса вообще что-либо делать, когда у вас цены падают. Это экономический застой, никакой не рост. И если у нас будет дефляция, это усугубит и того плохое состояние с ВВП. И, соответственно, тут два варианта. Значит, вариант первый, который сейчас классика. Значит, в 2023 году инфляция может опуститься до, там, опять 4%. И, естественно, на фоне этого ЦБ может начать опускать ставку, чтобы стимулировать экономику. Второй вариант заключается в том, что даже при падении инфляции и падении одновременно цен на нефть, в бюджете России будет зиять огромный-огромный такой дефицит, которым, чтобы покрывать, возможно, потребуется девальвация. И девальвация, она случится простым экономическим методом. Поступление в экономику валюты снижается. Потребители все равно покупают какой-то объем валюты на внешних рынках. В итоге у вас начинает подниматься стоимость валюты, рубль падает. И у вас на фоне этого улетает рубль куда-нибудь к 80, что, в принципе, хорошо для бюджета, но плохо для обычных граждан. В этом случае у вас инфляция перестает падать и начинает расти, потому что у вас товары начинают, особенно импортные, дорожать. И ЦБ поднимает ставку. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Будем смотреть, потому что на то, что будет ставкой, я думаю, в течение следующих, наверное, трех-четырех месяцев, трех, скорее даже, не четырех, мы это увидим. Следующее. Какими видите цены на золото к концу этого года перспективы металла? Я думаю, что мы 2000 пощупаем, но сильно дальше пока я не верю, что можем пойти. Хотя долгосроки, я вижу, что мы можем и 3000 долларов взять, поэтому золото в целом я тоже бы подкупал. Но вот, допустим, моя сделка, буквально вчера я продал всю позицию в Барри Голд, который набирал в течение всей осени, там, ну, конца лета, осени 2022 года. Набор где-то средний у меня цена порядка 15 долларов была по Барри Голд. И я его полностью позицию продал, ну, заработал 30%, что считаю вполне неплохо. Но оставил примерно такого же размера, даже чуть больше позицию в Ньюман Корпорейшн. Ньюман Корпорейшн платит больше дивидендов, и моя средняя у него где-то порядка, наверное, 44-45 долларов. Там прирост небольшой у меня получился, порядка 20%. Его оставлю уже в долгосрок, потому что, если цена на нефть, я ожидаю, что будет где-то 2000, может быть, даже чуть выше, я думаю, где-то они опять могут коснуться вот эти 250, 270, и потом опять чуть-чуть откатиться. Туда могут долететь. Поэтому Ньюман я пока подержу, но часть закрыл, зафиксировал, потому что есть другие моменты, что можно купить, какие-то отдельные компании. Поэтому как-то так. Дальше, что думаете по Норникелю? Норникель, значит, первое, с точки зрения дивидендов, он нам становится неинтересным, потому что дивиденды в 4 раза складываются. Это такое уже заявление стороны компании есть. Соответственно, увидим это, когда совет директоров примет решение о выплате дивидендов, мы увидим, что их будет значительно меньше. Единственный, наверное, момент, почему Норникель возможно держать в портфеле своем, и почему? Во-первых, потому что, если происходит, опять же, я побаиваюсь, девальвации, то Норникель имеет хорошую корзину металлов, которая в целом продается за валюту, и у них бы хороший денежный поток, и у них, в принципе, если девальвация случится, то они смогут и покрывать свои издержки, и плюс еще у них появится возможность, можно даже поднять чуть-чуть дивиденды, если это получится. Следующий момент, я, наверное, только ради этого подержал. Если у вас дивидендный портфель, наверное, смысла в Норникель особо лезть не стоит. Плюс еще народ у нас, если дивиденды маленькие, в какой-то момент Норникель может быть не сильно интересен людям, и он может по чуть-чуть падать. Если девальвация не случится, дивидендов нет, то Норникель будет, конечно, вялый в следующий период времени. Дальше. Каковы ваши ожидания по цене СПГ и Новотеку на ближайший год? Вообще, предсказывать цены на коммодитис, цены на товарном рынке, это бесполезное занятие, на них влияет огромное количество факторов, в том числе, которые возникнут в будущем, которые невозможно предсказать. Новотек работает по долгосрочным контрактам, они, да, отчасти некоторые привязаны к ценам, допустим, нефтяным ценам, и там, когда цены растут на нефть, на газ, он чуть выше поднимает по контрактам цены, зарабатывает больше денег, но там более плавный переход, и поэтому Новотек, он стабильно зарабатывает и при низких ценах на нефть, и при высоких, он чуть больше зарабатывает в целом, Новотек в этом плане, у него более сглаженная выручка и сглаженная чистая прибыль, поэтому в портфеле его, наверное, просто нужно держать и радоваться жизни. Что будет с СПГ, мы, к сожалению, не знаем, мы видим, что сейчас цены на СПГ в Америке стали пробивать уже многолетние минимумы в Европе, запасов газа очень много, поэтому пока идет переизбыток, и тренд пока продолжается, поэтому как-то так. Но Новотек в этом плане меньше на него влияние идет. Intel, где подбирать? Действительно, вчера вышел отчет Intel, отчет вышел ужасающим, они заработали 10 центов вместо 20 центов, как прогнозировали изначально. Вообще, вот я сегодня сделал большой разбор отчета Intel на нашем сайте, поэтому если вы подписчик WorldStreet Pro, заходите, там, большое видео, рассказываю все подробно. Если вкратце, то у компании заканчивается кэш, теперь финансирование строя, которые они сейчас новые заводы строят, они будут за счет, соответственно, хотел сказать, налогов, нет, за счет кредитов. Ну и сейчас выплаты всех дивидендов по Intel идут за счет, будут идти за счет взятия новых кредитов. То есть дивиденды это кредитные деньги. Поэтому, если больше года ситуация с Intel продлится негативной, то срезание дивидендов может быть уже либо в конце 23-го года, либо в 24-м, а это может привести к тому, что акции Intel еще сильно упадут. Поэтому будьте аккуратны с ними, я пока не подбираю. Следующее. Насколько высок риск блокировки китайских акций через СПБ? Скажем так, он существует, скажем так, существует не то, что блокировка акций через СПБ, сколько потенциально на СПБ могут наложить санкции. Обычно, по классике, не считая НРД, по классике, если американцы накладывают санкции на СПБ, вообще на какую-то компанию дается определенный промежуток времени, когда с этой компанией, на которую наложили санкции, нужно с контрагентами завершить дела. Поэтому я считаю, что если на СПБ введут санкции, их заставят и запретят всем контрагентам с ними работать, с их депозитариями, то я все-таки склоняюсь к тому, что они продадут тогда все акции на рынке, деньги выведут, раздадут по брокерам и все. Поэтому я пока склоняюсь к тому, что шанс невысокий блокировки этих средств. Поэтому я сам лично сейчас завел, ну, относительно небольшую, но такую приличную сумму денег и буду инвестировать через СПБ-биржу в гонконгские IT-компании. Дмитрий, добрый день, спасибо за вашу работу, спасибо, что оценили. Интересно ваше мнение. Позитив и полюс по текущим ценам на долгострок окей. Позитив я бы подождал, то есть он уже неплохо отрос. Вообще, в долгострок Позитив Technologies хорошая компания, он сейчас растет, я бы дождался все-таки какой-то коррекции. Может быть, сейчас какие-то черные лебеди прилетят и на этом фоне он припадет, тогда можно будет брать. Полюс тоже немножко поднялся и цены на, хотел сказать, на нефть. Цены на золото тоже у нас уже находятся на локальных максимумах, я бы дождался коррекции. Дмитрий, есть ли смысл покупать наличные доллары? Какой-то объем, конечно, наличных долларов я бы вам советовал иметь. Опять же, если вы вдруг решите поехать в внезапную туристическую поездку, например, в Казахстан, то лучше, конечно, чтобы у вас наличные доллары были. Второе, я бы часть денег также держал бы в стейблкоинах, потому что это удобнее, особенно при перевезде через границу. В целом, стейблкоины, такие как USDC, USDT, ну, USDT бы я, наверное, меньше держал, потому что немножко мне страшно их держать, но, допустим, USDC бы держал какой-то объем, потому что их можно достаточно легко обналичить, в принципе, наверное, в любой стране мира без особых проблем. Сургут-Тарим, вопрос, да, сегодня вышли данные о том, что Сургут какой-то должен сделку одобрить, судя по всему, что-то он покупает. Я давно уже говорю, что, в принципе, Лукойл может быть продан кому-то, то есть, по крайней мере, все косвенные признаки показывают, что Лукойл может быть продан, потому что Вагит Юсупович Олегперов ушел на пенсию, кто там еще у нас, господин Федун тоже ушел на пенсию, ну и так далее. То есть, из Лукойла уходит топ-менеджмент, там идет реорганизация и так далее, то есть, я думаю, что Лукойл будет продан, я думал, что он будет продан либо Роснефти, либо Сургуту, потому что Сургут нефтегаза сейчас были, давайте мы отчет пока не знаем, но раньше у Сургут нефтегаза было огромное количество денег на счетах в валюте. Соответственно, я думаю, что они, скорее всего, чтобы вот эта валюта где-то не пропала, возможно, эту валюту поменяют, купят, допустим, Лукойл, и как бы все счастливы, да. Поэтому, как это отразится, я думаю, позитивно отразится на Сургуте. Дальше, какой вы собрали дивидендный портфель китайских акций? Я его еще не собрал, я планирую его в течение 23-го года пособирать, наверное, в первой половине соберу его полностью, но сейчас у меня есть две китайские нефтяные компании, компания Кнок и компания Синопек. У меня сейчас есть крупнейший алюминиевый производитель в мире, китайская компания China Honchao Group, которая дает 13% дивидоходности. У меня есть China Telecom. Что еще? Ну, вот я сейчас там буду еще разбирать несколько компаний, то есть у меня пока вот, говорю, и всего несколько штук, но там, я думаю, где-то около 8-10 компаний таких можно поднабрать, и я вам расскажу чуть позже, какие еще будут у нас. Полиметалл стоит ли покупать через Россию риски после разделения? Это очень сложный комплексный вопрос, честно говоря, пока я сам не вижу, не могу сказать, какие там риски есть. Единственное, что я могу сказать, что, судя по всему, консолидация полиметалла будет происходить в новой юрисдикции, это конкретно в Астане, там теперь международный центр Астана, и в целом акции, наверное, как они есть, так они останутся, но в Астане они сейчас стоят в раза в три дешевле, чем на Мосбирже, поэтому если вы хотите в полиметалл инвестировать, то задумайтесь о том, что купить их, например, не в Москве, не в Московской бирже, а в Астане, потому что они там дешевле торгуются, хотя это одни и те же акции, да, то есть такое. Плюс, что у нас еще, чтобы купить в Астане эти акции, вам нужно Freedom Finance, то же самое, поэтому через него только это можно сделать. Дима, что по Сегеже держать, а что еще остается, потому что Сегеже уже очень сильно провалилось на фоне того, что они не могут поставлять свою древесину, свою фанеру в Европу, теперь они перенастраивают цепочки с бытом, вот у них сейчас ключевой момент, смогут ли они это нормально сделать, мы увидим, скорее всего, по итогам первого квартала, на худой конец во втором квартале, поэтому пока, да, пока ничего не остается, кроме как держать. Потеряет ли российский рынок интерес в истории про дивиденды, если НДПИ все сжрать будет? У нашего рынка, кроме дивов, ничего привлекательного нет. Действительно, есть высокая вероятность, что НДПИ, которые будут все больше и больше на нефтяные компании, и, возможно, нефтяные компании российские уже практически никакого дохода не будут давать, в принципе, как Газпром уже дохода не даст, там НДПИ сжирает, но какие-то компании будут, и, безусловно, давать это. Прошу прощения, отвлекся, мне тут доставка приехала, смотрите, какая классная вещь, ресторан Пушкин, вот так вот, вот ресторан Пушкин, покушаю пельмешки наконец сегодня и сырники, пельмешки и сырники, соскучился по ним, конечно, очень. Вот, значит, про дивиденды истории, действительно, российский рынок с точки зрения дивидендов в 23-м году, а пока тенденция к ухудшению, потому что в конце 22-го года нефтяные компании заработали очень много денег, и они их распределили в виде дивидендов. Сейчас цены на нефть рухнули, эмбарго на нефтепродукты, потолок цен на нефть, и, соответственно, у нефтяных компаний начинаются проблемы с тем, чтобы заработать денег. Плюс государство говорит, так, ребятки, цап-царап, у нас в бюджете зияющие дыра, давайте-ка, отдавайте денежки. Поэтому многие компании, например, как Полюс, ГМК, сейчас либо не платят, либо минимально платят дивидендов, чтобы не раздражать государство, и лишний раз, чтобы государство к ним не приходило за деньгами, потому что сейчас ГМК начнет платить много денег, государство скажет, а в развитие типа не вкладывайте, такие тяжелые времена, давайте-ка мы у вас заберем эти деньги. Поэтому я думаю, 23-й год будет такой очень слабый с точки зрения дивидендов, возможно, даже хуже, чем 22-й год. Да, поэтому если хотите дивиденды, это фонды недвижимости, запифы, облигации, облигации в юанях, замещающие облигации, поэтому, наверное, 23-й год, ну, я так и сделал, я перекинул большую часть денег вот в эти все активы, это замещающие облигации, юаневые облигации, просто рублевые облигации, там сейчас хорошие ставки, запифы, вот это сейчас денежный поток, который в России у меня основной приходит. Поэтому, да, с дивидендами, к сожалению, если хотите дивидендов, это глобальные рынки. Какие риски в РФ считаешь самыми серьезными? Самый серьезный риск это неурегулированный конфликт геополитический, который сейчас есть, и исход из него может быть абсолютно любой, как от самого такого позитивного до самого негативного, и самый негативный влечет за собой, я думаю, тяжелейшие последствия, финансовые в том числе. Поэтому я, например, сейчас бы больше сконцентрировался бы на консервативных инвестициях, плюс в таких валютных инвестициях, потому что пока, скорее всего, будут рынки трясти. То есть в 23-й год российский рынок будет трясти. Я думаю, еще будет несколько шоков, прежде чем там что-то наладится. Поэтому будьте аккуратны. И, говорю, пока геополитический конфликт не исчерпан, будет очень опасно, будет очень опасно инвестировать, при том, что я вам скажу, что многие акции российские стоят достаточно больших денег. Они стоят, например, как акции китайских компаний, которые не под санкции, у которых дивиденды платятся и отчетности выпускаются. Поэтому я бы сейчас, наверное, сосредоточился бы, если такая возможность есть, на китайских акциях через SPB-биржу, потому что там их очень много интересных компаний, и мы для вас их будем разбирать. На этом, наверное, все. Спасибо, что были сегодня со мной, задали вопросы. Напоминаю про 30% скидки, которые есть сейчас на курс. Внизу ссылка я оставляю, поэтому переходите, записывайтесь. Увидимся с вами уже в марте. С Дмитрием Суховым, Дмитрием Донецким, со мной. Ну, а на следующей неделе выйдут в будни Уолл-стрит. Как раз больше поговорим про глобальные акции, китайские акции в том числе. На этом спасибо, до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok